Вопрос начисления жителям задолженности трехлетней давности за отопление несколько снизил актуальность, но не закрыт. В частности, он остается на контроле Совета депутатов Щелковского района. В декабре они провели выездное совещание в офисе МОСОБЛ ЕРЦ. Теперь вновь собрали за круглым столом представителей расчетного центра, общественной палаты, компании «Теплоцентраль», управления по ЖКХ и благоустройству, а также прокуратуры. Встречу провел депутат МОСОБЛ Думы Владимир Шапкин. Напомним, долги прошлых периодов осенью увидели в квитанциях от МОСОБЛ ЕРЦ 11 740 абонентов. По словам представителей расчетного центра, сегодня ажиотаж снят, идет плановая работа. Жителям дано более трех тысяч официальных письменных ответов по начисленной задолженности. Большинство с ней согласились. Свыше 80% сегодня у нас оплачено. У нас осталось не до, скажем так, вопроса неоплаченных взаимодействий с жителями, но порядка двух тысяч лицевых счетов. Одной из рекомендаций Совета депутатов было считать долги прошлых периодов отдельно от текущих платежей. И это МОСОБЛ ЕРЦ сделал. Денежные средства, даже в меньшем, если допустим, в объеме оплаты по квитанции нашей МОСОБЛ ЕРЦ, на сегодняшний день, это я вам говорю официально, распределение происходит только в рамках текущих обязательств. Строчка доначисления в рамках разбирательства отнесена в сторону отдельного. То есть, если жители оплатят все, то она погасится. Только в этом случае. В случае, скажем, если сумма меньше, либо соответствует только текущему, она уходит только в рамках распределения текущих оплат. Законность доначислений в адрес компании Теплоцентраль, как мы сообщали, ставит под сомнение Щелковская городская прокуратура. И она не снимает с контроля уже собранные с жителей платежи. Очередное представление прокуратуры было внесено 15 января в адрес Теплоцентрали о безосновательности выставления строки задолженности в едином платежном документе. С этим ресурсники согласились. И теперь Теплоцентраль сама уведомляет тех жителей, к которым имеют финансовые претензии. Соснабжающая организация нас здесь услышала, что если они предполагают наличие задолженности перед жителями по прямым договорам, которые были в 2015 году начаты, то взыскивать ее необходимо в судебном порядке. Так как это написано у нас в жилищном кодексе, это сейчас специально, то есть через судебные приказы городов судьбы. На данный момент, то, что выставляют досудебное соглашение, это как раз реализация этого порядка. То есть это отдается в руке, код, подпись. Тогда человек в курсе, что у него есть задолженность. Если он с ней не согласен, он может прийти для сверки. По результатам обсуждения участники круглого стола согласились, что ситуация с долгами прошлых периодов развивается в правовом поле. Хотя точку ставить, конечно, еще рано. Главное, что вот эта система теперь у вас не перемалывает вот эти вот остатки, когда люди не поймут, нормальные люди, которые готовы все, что эти долги расписываются по всему, как говорится, размазываются, и потом не поймешь. Вот выделенная строка. Второе, спасибо прокуратуре за то, что все четко расставили по своим местам. Щелковская городская прокуратура вынесла представление в адрес МОС «Ублайерц», в адрес теплоцентрали, именно по тому вопросу, который мы обостряли, что такие взаимоотношения о долгах должны идти между субъектами права, то есть между жителем конкретно и теплоснабжающей организацией. Если мы живем в правовом государстве, то мы же должны действовать в соответствии с законом. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».